В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Трансляция Парада Победы, акция «Красная гвоздика» и издание новой книги памяти. В Ненецком округе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В России стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. На исполнение своего гражданского долга россиянам дается целая неделя. Ежедневно в Ненецком округе проходят акции по посадке деревьев. Приживаются ли саженцы? Как происходит процесс высадки? Какие существуют правила ухода за растением? И в чем плюсы новой системы выращивания газона? Об этом и не только. Расскажем в ближайшие 20 минут. 24 июня в Ненецком округе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы в Наринмаре не состоялся из-за сложной эпидситуации, но это не помешало провести акцию «Красная гвоздика». Кроме того, в Рио губернатор Юрий Бездудный встретился с активом регионального совета ветеранов войны и труда, обсудив за чашкой чая насущные проблемы. Ольга Руссул расскажет подробнее. Проходят в России 24 июня. Ненецкий округ стал одним из регионов, где проводить торжественные мероприятия по случаю юбилея Победы отказались из-за сложной эпидемиологической ситуации. Для жителей региона на площади Марацей организовали трансляцию московского парада. Ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве на Красной площади прошел знаменитый Парад Победы. Участие в нем приняли около 35 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский. Принимал парад маршал Георгий Жуков. В парадных колоннах по Красной площади прошли войска 10 фронтов и всех видов войск. В мероприятии принял участие наш земляк-артиллерист Кирилл Сметанин. Он проехал в составе 989-го гаубичного артполка. И все же, несмотря на режим повышенной готовности в регионе, в Нарьинмаре проходит акция «Красная гвоздика». Она продлится до сентября. Все собранные волонтерами деньги будут направлены на нужды ветеранов. За любой взнос можно получить вот такую гвоздичку, что означает, что вы благодарны нынешним ветеранам и помните павших. После того, как, получается, мы узнаем, нужна ли какая-то помощь, только после того, как мы соберем эти средства, мы подаем заявки, получается, ветераны нам отвечают, нужна ли им какая-то, допустим, слуховой аппарат, какие-то лекарства, какая-то медицинская помощь. И после этого мы с ними пакет документов формируем. И, получается, совместно с фондом, ну, они добавляют нам, если вдруг не хватает в сумме, мы им предоставляем эту помощь. Парад Победы в кругу актива Совета ветеранов войны и труда Ненецкого округа посмотрел в Рио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. За чашкой чая собравшиеся обсудили насущные проблемы. «Мы говорим о наших людях, тружениках тыла, о детях войны, вот в таких мероприятиях. Сегодня очень такой вопрос у нас стоял именно о… Для того, чтобы мы книгу памяти, вот новую книгу памяти, обязательно издали. Это очень принялось на ура, я думаю, что это будет сделано в ближайшее время, в течение года». Самая главная задача – увековечить память ветеранов войны и обратить внимание на тружеников тыла. Активисты предложили рассказать о трудовом подвиге жителей округа во время войны. На встрече они обсудили также издание книги Марины Калавангиной «Югорский узел». «Что интересно, что это будет немножко совершенно другое издание, где сведения о погибших участниках войны уже более полные, более правдивые, расширенные. И на основании всех новых материалов, которые были получены согласно раскрытых архивов». Изданием третьей обновленной книги памяти занимается инициативная группа. Ее возглавляет руководитель заполярного поискового отряда Андрей Николаев. Проект книги памяти Ненецкого округа регионального отделения Всероссийского поискового движения получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи и Фонда президентских грантов России. «Вот это издание, оно готово, оно ждет уже выхода в печать. Определены, в принципе, даже те, кто будет его, ну, как сказать, печатать эту книгу. Единственное, нужно сказать, что эта книга, конечно же, не окончательный вариант, потому что работа эта, это как живой организм, то есть она постоянно меняется, постоянно дополняется. То есть сейчас в сети ВКонтакте идет публикация персоналей. Каждый день публикуется, ну, вот сегодня, по-моему, две или три персонали. Но с 1 июля в рамках президентского гранта и в рамках гранта Росмолодежи публикация будет проходить ежедневно с 8 утра до 10 вечера». До конца года планируется публиковать все персонали, чтобы жители округа могли сверить данные. Собранная информация войдет в следующее издание. Возможно, оно будет электронным. Кроме того, в рамках проекта команда из 8 человек планирует проехать по 25 населенным пунктам округа с презентацией книги памяти и рассказами о героических земляках. «Была проделана титаническая работа, и не только Андреем, но еще многими людьми, кто ему помогал в сборе материала. Мы просто обязаны издать эту книгу. Мы просто обязаны издать эту книгу. Потому что там есть фамилия каждой семьи, которая коснулась Великой Отечественной войны. Когда ушли на фронт, где погибли. И, конечно, мы будем издавать эту книгу. Мы обязательно издадим эту книгу». По окончании мероприятия в Рио главы региона вместе с представителями окружного совета ветеранов войны и труда принял участие во всероссийской акции «Гвоздика памяти», которая же во второй раз на этой неделе проходит на площади Мара Цей. В День памяти и скорби в ней приняли участие более 200 жителей Наринмара и поселка Искатели. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В Нинецком округе простились с ветераном Великой Отечественной войны Игнатием Васильевичем Марковым. Он ушел из жизни 23 июня на 95-м году жизни. Игнатий Васильевич – уроженец деревни Голубковка. В 43-м году был призван на фронт. По пути на службу в Вологду вместе с новобранцами подхватил тяжелую кишечную инфекцию, последствия которой пришлось лечить в Архангельске. После госпиталя и учебки молодой матрос остался служить в Молотовске, ныне Северодвинске, в артиллерийском полку, который стоял на одной из ключевых точек в системе обороны Архангельской области – острове Ягры. Главной задачей артиллеристов было не пустить в дельту Двины в сторону Архангельска вражеские подводные лодки, а также уничтожать возможные морские и воздушные десанты. В декабре 1945-го Игнатий Васильевич был демобилизован в звании красноармейца, награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и орденом Отечественной войны второй степени. После победы Игнатий Васильевич Марков вернулся в родную Голубковку, позже переехал в поселок Красное. Более 30 лет проработал заведующим на звероферме колхоза Харп. Общий трудовой стаж в колхозе 53 года. Имя Игнатия Васильевича Маркова внесено в Архангельскую областную книгу трудовой доблести и книгу почета колхоза Харп. Плюс один. За последние сутки на территории региона лабораторно подтвержден новый случай заражения COVID-19. По информации окружного профильного ведомства, пациент получает амбулаторное лечение на Харяге. При этом один житель Наринмара, получивший лечение от коронавируса, накануне был выписан из инфекционного отделения Ненецкой окружной больницы. Таким образом, с начала пандемии в Ненецком округе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 73 человека полностью излечились, два скончались от основных заболеваний в период пандемии. Всего на сегодняшний день лечение от коронавируса получают 23 пациента с диагнозом COVID-19, семь в стационаре Ненецкой окружной больницы, 15 амбулаторно на Харягинском месторождении и один в больнице города Усинска, республики Коми. Под медицинским наблюдением в Ненецком округе находится 366 человек, из них 4 в обсерваторе и 362 на самоизоляции на дому. О том, как складывается в регионе эпид-обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией, шла речь на заседании оперативного штаба. В частности, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа внес ряд предложений по ослаблению режима изоляции. Большинство из них поддержала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Кирхар. То есть, экскурсии, тир, массажные салоны мы допускаем в открытии, да, при особых рекомендациях. Да, единственное, насчет чего я до сих пор против, это у нас общепит, кинотеатры, ну и массовые мероприятия. Как сообщает пресс-служба администрации округа, индивидуальные экскурсии возобновятся в работу с 25 июня. Параллельно открывается тир. Массажные салоны и солярии смогут принять до 4-х человек с учетом персонала. Кроме того, в автобусах снова будут действовать льготные билеты. Напомню, ранее для посетителей открылись теннисные корты и катки, спортивные объекты и бани с парилками, а также дежурные детские сады. При этом режим повышенной готовности в Ненинском округе продолжает действовать до 3 июля. Сохраняется масочный режим и обязанность граждан соблюдать режим двухнедельной самоизоляции при прибытии в Ненинский округ из других регионов. В Ненинском округе наблюдателям и членам избирательной комиссии проводят экспресс-тесты на определение антител к новой коронавирусной инфекции. Эта процедура проводится для того, чтобы допустить их к работе в период голосования. Для анализа производится забор крови из пальца. Экспресс-тест работает по принципу глюкометра. Он определяет, есть ли у человека иммунитет к новой инфекции, а также покажет, не являются ли симптомы ОРВИ симптомами новой коронавирусной инфекции. Результаты готовы уже через 10 минут. На сегодняшний день закуплены только тесты для членов участковых избирательных комиссий. Напомню, голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и пройдет по 1 июля включительно. 25 июня в России стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. На исполнение своего гражданского долга россиянам дается целая неделя. Это сделано для того, чтобы избежать скопления народа на избирательных участках. О первых проголосовавших расскажет Ольга Руссол. Одним из первых сегодня свой гражданский долг отдал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный. Каждый гражданин имеет возможность проголосовать в течение всей этой недели, включая первое число. Я уже проголосовал. Изменения в основной закон защищают духовные и семейные ценности. Гарантируют индексацию пенсий, социальных выплат. А уровень минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума. Но поправки укрепляют суверенитет нашей страны. Потому что международное право не должно иметь приоритет над российскими законами. Кроме того, Юрий Бездудный пообщался с членами движения «Волонтеры Конституции», стенды которых представлены на каждом избирательном участке в городе Нарьинмаре и поселке Искателей. У нас 15 числа началась работа по информированным граждан, относимых изменений в Конституцию. Но в связи с эпидемией нам пришлось существенно сократить количество. У нас стоит три пикета. Они стоят один на площади, возле универмага и возле магазина в Близнецу. И свою работу продолжаете? Да, работу мы продолжим по первое число. Глава региона также призвал всех жителей Ненецкого округа не тянуть до последнего дня, а голосовать в течение недели, чтобы максимально разгрузить день общероссийского голосования. С 25 по 30 июня с 12 до 8 вечера. И первого числа, единый день голосования, значит у нас с 8 до 8 вечера. Поэтому наша съемочная группа отправилась на избирательный участок выразить свою гражданскую позицию. Температурный контроль при входе, обработка антисептиком, одноразовые перчатки и маска. Специальный коврик для обеззараживания подошвы. Также каждый избиратель получает индивидуальную шариковую ручку. Голосование за поправки в Конституцию начинается сегодня, 25 июня. Оно пройдет не в один день и продлится до 30 июня. А 1 июля уже пройдет единый день голосования. Это сделано для того, чтобы на избирательных участках не было столпотворения. Сверкопаспортных данных и подписи при получении бюллетеня с соблюдением санитарного дистанцирования. Кроме того, пол на избирательном участке поделен на специальные зоны, которые позволяют сохранять дистанцию между избирателями. К моменту открытия участка у нас стояли люди, желающие проголосовать. Буквально сразу в 12 минутами проголосовал первый. На сейчас вот вы 18-е. Да, за 3 часа 17 человек прошло. За ходом голосования следят общественные наблюдатели. По словам Виктории Кузьминой, на веренном ей участке нарушений замечено не было. Мне хотелось как-то выразить свою гражданскую позицию, не только проголосовав, но и понаблюдать, как остальные люди это делают, как проходит этот процесс со стороны. Еще раз напомним, голосование по поправкам об основной закон страны продлится до 1 июля. Начиная с 25 июня, голосовать можно также на дому по уважительной причине. Для этого необходимо позвонить в свою участковую избирательную комиссию и оставить соответствующую заявку. И еще один приятный бонус. Каждый проголосовавший получает вот такую вот замечательную чашку с символикой Ненецкого округа. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Хорошая новость для жителей Тиманского сельского совета. Увеличено количество рейсов по маршруту Наринмар-Индига. Они будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Дополнительный рейс начнет летать с 26 июня. Поводом для возврата привычного расписания по этому маршруту стали обращения жителей поселка к временно исполняющему обязанности губернатора Ненецкого округа Юрию Бездудному. Как пояснили в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа, с 1 июня в целях сбалансированности окружного бюджета выполнена корректировка летнего расписания полетов по местным авиалиниям. Количество рейсов на межмуниципальных маршрутах пересмотрено в связи с секвестром окружного бюджета и сокращением расходов на компенсацию недополученных доходов. Например, рейсы до Харивера, Харуты и Бугрино теперь отправляются один раз в неделю. Расписание полетов по межмуниципальным маршрутам доступно на сайте Наринмарского обедненного авиаотряда. При наличии информации о большом пассажирпотоке по направлению в населенные пункты округа, авиапредприятию согласовывается выполнение дополнительных авиарейсов. Напомню, недели ранее по поручению главы региона Юрия Бездудного также было увеличено количество рейсов Наринмар-Коткина. Ежегодно в Ненецком округе проходят акции по посадке деревьев. Приживаются ли саженцы? Как происходит процесс высадки? Какие существуют правила ухода за растениями? И в чем плюсы новой системы выращивания газона? Ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Наталья Дуркина. Идеальное время для пересадки кустов и деревьев – осень. Для того, чтобы растения прижились в наших краях, саженцы лучше закупать в соседних регионах. Мы их приобретаем в питомниках, которые находятся в соседних регионах. Ближайший к нам – это в республике Коми, там есть несколько питомников. Стараемся закупать у них, потому что у них, соответственно, ближе всего условия к нашим. Ну и, соответственно, более сильно гарантирован успех выживания этого растения при пересадке уже в наших условиях. К каждому растению требуется индивидуальный подход. Однако, одно неизменно – частый и обильный полив. Садовый центр Рубус для каждого саженца установил подземный автоматический полив каждые три часа. Допустим, когда вы высаживаете рябины, там необходим дренаж. То есть нужно делать либо керамзит, либо заказывать специально гальку мелкую, потом высыпать плодородный слой, потом основной слой пересаживать растение, делать сверху мульчирование и полив. Особенно полив нуждаются хвойные. То есть, если пересадили хвойные и мало поливают, то это все сразу. Гибель растения чревата совсем. Без должного ухода цена этих мероприятий – это просто объединение усилий разовое. Один раз в день, да, то есть высажили, высадили, а потом это может все погибнуть, но это плохо. Поэтому я всем рекомендую в округе, конечно, в первую очередь задуматься, когда вы хотите озеленять, и лучше это делать осенью. Что касается газона, то для его выращивания в условиях Крайнего Севера в Ненецкий округ привезли специальную гидросилку американского происхождения. Все необходимые ингредиенты техника сама перемешивает и настаивает. Далее из шланга поливают получившейся смесью участок, который необходимо зазеленить. На первый взгляд может показаться, что сотрудники просто окрашивают песок в зеленый цвет. Однако это не так. Дело в том, что вы наносите сразу готовый субстрат, то есть это вода смешанная с мульчой, с усилителями роста и семенами. То есть, соответственно, семена, попадая на почву, они сразу получают всю питательную, весь питательный субстрат, всю смесь уже непосредственно при выливе ее. То есть и потом, собственно говоря, надо, единственное, что необходимо делать для того, чтобы у вас был гарантирован успех, это поливать, поливать, еще раз поливать. У нас на Севере нужно, необходимо, конечно, очень много поливать в момент создания газона или пересадки растений. Такая система посадки газона гарантирует его полное появление уже спустя три недели. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...